Здравствуйте! С начала года Роспотребнадзор забраковал более 6 тонн хлеба. Как сообщает пресс-служба ведомства, за 9 месяцев 2017-го было взято около 60 тысяч проб. Хлеб исследовали по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям. Почти тысяча партий не прошла проверку. Продукт не соответствовал установленным показателям качества и безопасности. Как говорится в сообщении, основными причинами забраковки стали неудовлетворительные результаты. Например, наличие картофельной болезни, повышенная влажность, непропеченный мякиш и прочее. Стоит добавить, по данным Роспотребнадзора, за последние 5 лет доля небезопасных хлебобулочных изделий снизилась. Почта России намерена сократить срок доставки до 36 часов. С таким многообещающим заявлением выступил гендиректор компании Николай Подгузов. Правда, по его словам, случится это только через 5 лет. Ведь для этого нужно, цитата, полностью реновировать инфраструктуру доставки. По словам топ-менеджера, сейчас для качественного выполнения услуг не хватает почтальонов и операторов. На одну операцию в среднем уходит 5 минут, вместо необходимых 30 секунд. Эффективность работы планируют повысить за счет автоматизации. Проект модернизации почты должны подготовить до конца года. Для этого оператору потребуется минимум 50 миллиардов рублей. Для арендаторов муниципальных земельных участков наступает время оплаты по действующим договорам. В этом году городской департамент земельных отношений ввел изменения в информировании пользователей участков. Помимо рассылки уведомлений о своевременной оплате, теперь владельцы сами могут посмотреть свою задолженность по аренде земли на сайте городской администрации. Такие меры, считают в мэрии, повысят платежную дисциплину и увеличат поступление в бюджет. Впервые мы разместили у себя на сайте таблицу, в которой размещен кадастровый номер земельного участка, дата договора и его номер договора. И можно посмотреть, найти сумму платежа в том случае, если арендатор утратил наше напоминание. Чтобы найти информацию об уплате за аренду земельного участка, нужно зайти на сайт городперм.ру. Кликнув на вкладку «Деятельность», перейти по ссылке «Городские земли». Далее информация для арендаторов «Размер платежа». После того в документе формата Excel можно легко найти по номеру договора или кадастровому номеру сумму платежа за аренду городского земельного участка. В администрации напоминают, оплатить аренду за пользование городскими землями следует до 15 ноября 2017 года. В этом году оплата должна поступить по 3000 договоров аренды. Также по всем возникшим вопросам можно обратиться в Департамент земельных отношений по адресу Сибирская, 15. Прием арендаторов производится по вторникам с 14 до 18 и четвергам с 9 до 13 часов в отделе администрирования платежей. Курсы валют на 25 октября. Доллар 57,58 рубля. Евро 67,68 рубля. На этом у меня все. Удачи в делах.